Как всегда, в тёмном углу ютуба, с вами Вспунчик, я приветствую вас, мои дорогие подписчики. А, ну да, точно, я же всё время как перезахожу в игру, у меня прицеливань... С прицеливаем тут всё плохо. Ах, и это точно, точно, это же не настоящие зомби, я чё-то как всегда подзабыл. Подзабыл, надо же. Так, чё у меня тут по патронам, у меня же там всё плохо было, да? О. Ну как, чуть-чуть есть. Если какая-нибудь хрень здоровая вылезет, то прощай. Я с ней никак не справлюсь, и я в морге нахожусь. Здесь всё плохо. Монстры вокруг меня окружают, и у меня до сих пор глюки идут. Где-то здесь ещё один, прям тут монстр стоял. Ах, ты ж засранец, этакий. Ты смотри, увернулся-то как от меня. Две пули просто неизвестно куда высадил. Типа дохнет. Ну да, сдох. Так, где у меня там какие-то хилки-то были? У меня много тут чего было. Пока ничего соединять не буду. Давай с тобой соединим. И используем. Хилиюсь немножко хотя бы. Что у нас тут есть? Как мне выбраться из морга в живым? Дорогой? Кто это? Это кто? Сэм. Это ты, Сэм? Это я. Это я, Сэм. Моляю, помоги мне. Скорее. Не подведи меня. Не подведи. Не оставляй меня, прошу. Нет, не может быть. Только не это. Ничего себе тут заглючило тебя как, а? А я смотрю, тебе аж хреново стало. У меня бы тоже вот такого хреново стало. Во, идиот у меня, дрянь. Я такая бежит уже. Остановись. Я ей точно в глаз попал. Надеюсь, эта хрень сдохла. Ты как встанешь, нет? Ну, под ними кровь не всегда видно. Я как бы так определял хотя бы, сдохла эта тварь или нет. А теперь я не могу определить. Здесь есть сейф, который надо вскрыть. Ну как я свои навыки-то не просрал? Сложность нормальная, ничего себе. Тут обычно очень сложно все время было. А тут нормально. Партеиновый барон, батончик, все что здесь было. Ну тогда ясно, почему сложности всего лишь нормальные. Со здоровьем у меня все хорошо. А, с патроном я как? Четыре патрона осталось. Не, я лучше перезаряжусь на всякий случай. Ну и пошли потихонечку, помоленьше. А, да, точно, там же. Ах ты, стрельяй. Как они не нравятся, когда они в упор к мне подходят и начинают меня... Кусать! Эта дрянь еще и встала. Может, мне вообще не надо было их убивать? Да вроде бы они сдохли. Я бы, наверное, мог просто сюда, да, добежать и открыть ворота. Ну да, я бы мог с ними даже не сражаться. Глава вторая, но... Прошли сутки с тех пор, как ворон выпал из вертолета 4R Go Delta по пути к месту встречи его отряда в Кинсайте. К счастью, капитан выжил после смертельного опасного падения, провалившись сквозь стеклянную крышу жилого дома в центре города. Распиратор не отцепился от шлема ворона и отфильтровал вещества, которые заразили жителей Кинсайта по воздуху. Да ладно? Пилот выжил? Ох, голова раскалывается. Что произошло? Я жив? Штаб, говорит ворон, как слышите, прием. Код 11, повторяю, код 11, это экстренная ситуация. Черт. Связи нет. Я был в одном ходе от разгромного поражения. Да чтоб тебя, лев, о чем этот мерзавец вообще думал? Блядь. Забытый игрок торжественно вернулся к доске. Надеюсь, майор еще жив. Нужно найти способ связаться с ним. У тебя хоть с собой пушка-то есть? Он должен быть жив. А я кассету так не посмотрел. И здесь кассет больше нету. Ну ладно. Что ж теперь поделаешь. Так, пистолет у него хотя бы есть. Уже хорошо. Опа, а тут еще и пачка рядом валялась с четырьмя патронами. Самое главное, чтобы меня никто не укусил. У меня здесь дома где-нибудь что-нибудь есть? Нужное мне. Это, наверное, какая-нибудь ачивка, если я посмотрю, да? Нет. Не считается это за ачивку. Эй! Есть здесь кто-нибудь? Я пилот Хексакор. Я потерпел крушение. О, есть, смотри. Кто-нибудь. Эй! Да вон, смотри, как красиво лежит. Он, наверное, вообще не допирает, что здесь происходит. Я в доме хоть какой-нибудь батончик-то найду вообще. Хоть что-нибудь ясное, чтобы можно было подлечиться. Талантно у меня хило, как огромная куча была. А здесь? О! Что-то есть. Энергетический напиток. Но я пока ничего не нашел, как можно его смешать. Еще один протеиновый батончик. Здесь прям какой-то задротский клуб. Чтоб немножко полегчало. Ни хрена не видно. Не могу дышать. Стыжка много дыма. Ты встанешь, нет? Господи. Что тут стрелось? А ну и дела. Так, что там у нас в журнале? Даже в самых страшных кошмарах я бы не смог себе такого представить. Сегодня у нас должен был быть семейный праздник. Но всю мою семью вырезала какая-то тварь. Все произошло так быстро. Я пытался связаться с инспектором на дамбе. Но и он, похоже, мертв, как и остальные. Искренне надеюсь, что они все мертвы. А теперь я остался один. Даже написать ничего не могу. Остается только проклинать сраных уродов из компании. Мне жаль, что я обманул столько людей. Они понятия не имеют, что мы с ними сделали. Но у меня остался последний шанс сделать что-то хорошее. И я думаю, это не случайно. Естественно, тут дверь хоть как-нибудь открыть вообще можно? У-у-у-у. Воскресли, уроды. Еще и горят при этом. Не вижу второго. На всякий случай. Все, вроде они двоем вздохли. Или иначе тот бы уже встал. Фух, я хоть на улице выше. Пройдите по городу. Вы чести бьете, что ли? По какому городу гулять-то тут еще? Это же определенная смерть. Самоубийство по городу гулять. Ты не встанешь, подруга? Да вроде нет. О! Какие-то патроны нашел. Уже хорошо. Уже живем. Я думаю, меня особо не строят здесь. Господи. Только бы оно не располагалось на весь город. Мне жаль тебя разочаровывать. Я вас понял. Здесь с вами сражаться бесполезно. Нужна какая-то карта. Где я эту карту вам высру? Походу, мне ничего не остается. Я-то думал пробежать смогу, чтобы они меня не трогали. А тут на тебе засада какая. Я просто знал, что если я сюда зайду, они меня сразу же окружат. И все. И я не смогу им ничего сделать. Ну ладно, что-то еще в запасе есть. Нормально. О, а ты здесь еще был, да? Я смотрю, ты про меня забыл совсем, но от тебя я стрелять не буду уже. Я там все, что мне нужно было, забрал. Вот это подстава от разработчиков. Обычно можно было всегда пробежать через этих уродов. Не сражаться с ними. Это мне что, за ним идти? А у меня получится-то? Ах, ты ж, дыри, я не такая, а? Отвали от меня. Да, то, что он за собой дверь закроет, это надо было учесть. Я пока читать не буду, если что, кто-нибудь на Малузе прочитает, кому будет интересно. Но они дверь открывать хотя бы не умеют. А мне так нравился этот городок. Особенно по пятницам после службы. Ох, сейчас бы выпить. Да вон, смотри, сколько выпивки перед тобой лежит. Можешь пить, не стесняться. Так, зашифрованный файл, не надо, спасибо. Это кто? Это где? Я его не вижу, я не знаю, где он. А не где-то в зале. Боже, этот город превратился в сущий кошмар. А куда мне идти-то? Этим местом никогда не будет прежним. Да ладно, так думаешь? Блин, а через это вот-то не пробраться было. Надо было подождать, пока этот гад отойдет. Ух ты, я смог еще какие-то данные найти, ты смотри-ка. Уточненные данные операции, высокий приоритет. Внимание, полковник НР Джессеп. Полковник, надеюсь, вы получили это послание пока не поздно. Мы только что получили разведданные от Минобороны. Карантин в Ай-8 может оказаться сложнее, чем мы ожидали. Возможно, мы имеем дело с необычной инфекцией, а с химической атакой против США. Согласно последним разведданным, жилья Кинсайта могут быть крайне опасны, так как газ может превратить их в смертоносные машины убийства. В приложении вы найдете экспериментальные данные по этой теме. Надеюсь, вам это пригодится в борьбе с противником. Трансформация объекта заражения газом ЦР-Эрнот-Ли Кастер проходит в два эволюционных этапа. Предпосыльный эволюционного эффекта может найтись в генетическом и физическом составе зараженного объекта Кастер, предназначен для использования в военных целях, а его сила сцепления зависит от физического и биологического состояния зараженного объекта. Все это вкупе с выбором определенных генов приводит к превращению в смертоносное и непобедимое биологическое оружие. В случае, если объект не обладает адаптивными генами, необходимыми для мутации, газ вызывает скоростное разрушение клеток. Вследствие этого объекты постоянно разлагаются и зачастую теряют возможность передвигаться самостоятельно. Стоит отметить, что объекты седьмого типа не могут заражать других, так как Кастер – химическое оружие, а не вирусное. Любая стадия инфекции приводит к гибели через 72 часа после момента заражения, когда объект вдохнул газ, разрушая все клетки в организме. Итап 1 – первые 12 часов. Эта мутация проходит всего через несколько минут после заражения Кастером. Психическое состояние. Как только человек вдыхает газ, начинается необратимый процесс физического разрушения на уровне психики, сопровождаемый чрезмерной агрессией. Физическое состояние, телосложение зараженного изменений не перетерпевает, но из-за повышенной кислотности в крови и тканях страдает волосяной покров и кожа. В участок с наибольшим скоплением кровеносных сосудов проступают черные и фиолетовые линии. Кожа теряет естественную пигментацию и приобретает серый оттенок. Глаза становятся пустыми и белыми. Если трансформация не переходит на второй этап, в организме продолжается медленное болезненное и необратимое разрушение тканей. В течение 72 часов организм окончательно погибает. Контрмеры. По сути, зараженные все еще люди с соответствующими слабыми местами. Мозг, сердце и так далее. Несмотря на сверхъестественную физическую выносливость и устойчивость к боли, эти характеристики наряду с невероятной скоростью и беспощадностью делают твари особо опасность. Когда они собираются в группы, однако их возможно уничтожить путем обезглавливания при помощи огнестрельного оружия или взрывчатки, если огонь ведется по жизненно важным органам. Этап второй. От 12 до 24 после заражения. Угу. Мутация переходит на следующий этап под названием «корректная форма», которая завершается через 12 часов после заражения газом. За первые несколько часов, если организм соответствует определенным генетическим и физическим требованиям, вещество начинает кардинально менять гены зараженного. Психическое состояние зараженной теряет все человеческие качества. Его организмом управляет только агрессией. Объект использует собственные заостренные когти в качестве оружия. Зараженные не способны обдумывать тактику нападения, но их сила, выносливость и жажда крови компенсируют этот недостаток. Физическое состояние на этой стадии создания переполняется кислотой. Вины выступают над кожей и зачастую лопаются. Это значительно меняет цвет кожи зараженного и внешний вид тканей. По неизвестным причинам в организме происходит аномалия. Верхние конечность деформируются, вытягиваются и заостряются, а тело незначительно расширяется. Угу. Я видел таких. Контурмеры. Точные слабые места установить не удалось. Улучшенные физические характеристики делают их практически идеальным биологическим оружием. Корректной формой. Один объект способен уничтожить целую группу солдат. Устранить зараженный объект на второй стадии можно только с помощью обезглавнивания крестельного оружия или взрывчатки, доведя ее до полной беспомощности. Седьмой некорректный тип. От 24 до 48 часов. Эта мутация происходит через 24 часа после заражения кастером. 12 часов после заражения второго этапа. В некоторых случаях через 12 часов после заражения вещество вызывает дальнейшие мутации корректной формы. Кислотность повышается до уровня опасного для самого объекта заражения. Психическое состояние, разумное мышление и инстинкты отсутствуют. Ничего себе. Разумное мышление? Объектом управляет лишь агрессия. Какой-то. Он начинает распространять кислоту путем прямого контакта или выбросом изо рта. Также он предоставляет особую опасность из-за крайне острых когтей. В физической стадии процессе трансформации кислота, произведенная в организме, вызывает растворение внешних слоев кожи и создает на ней кислотные пузыри. Обнажаются крупные участки мускулатуры. Заметно трансформируются верхние конечности. Кисти и предплечья неестественно удлиняются. А мышцы окончательно отслаиваются, обнажая кости. На этом этапе разные участки тела срастаются воедино из-за оплавления тканей, что ограничивает подвижность зараженного объекта. В некоторых случаях организм еще способен выбрасывать кислоту. Контрмеры. Чем дальше зашла трансформация, тем сложнее ликвидировать объект. Это непредсказуемый ОБЭ оперативный биологический эксперимент. В одном из случаев заражения объект облили водой. Из-за повышенный кислотный процесс окисления ускорился, что привело к полному разрушению организма. Ничего себе. Водичкой полить его. И он умрет. Кажется, все так просто, но у меня нет воды. Тиндарей. Ничего себе. Результат слияния двух или более созданий, которые формируют общую биомассу. Данный этап наступает через 72 часа после заражения, таких я еще не видел, но только на стадии разложения нескольких объектов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. Психическое состояние, так как это результат слияния нескольких существ, признаки индивидуального поведения мышления отсутствуют. Представляет опасность на небольшом расстоянии из-за выбросов кислоты и ядовитых газов. Особенную опасность представляют кислотные пузыри, которые появляются на малозаметных участках некорректных форм. Могут отделяться от тела и нападать. Даже так физическое состояние подобное исследование не проводилось. Единственная попытка изучить Тиндарея закончилась провалом. Зараженный организм нанес значительный ущерб объекту эгиды. Красный Север-1 на Норльфольских островах и был немедленно уничтожен. Контрмеры. Чем крупнее объект, тем сложнее его не уничтожить. В единственном зарегистрированном случае использование большого количества воды привело к уникальной химической реакции, которая вызвала мгновенное и полное разложение. Ничего себе. Так, куда мне? 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 Ах ты что, твою-то мать! Взял протеинир! Батончик, мне откуда ты, урод, напал? Ничего себе, он танцует внутри. Да ты заебёшь, какого хрена? Матрица какую-то устроил мне тут. Надеюсь, ты не встанешь. Шесть патронов у меня там почти осталось. А чё это фигня? Голосовая заметка. Инспектор сектора атаковаться сегодня вечером. Я провожу встречу с жильцами в гараже. Уверен, что все придут, хоть весь город и усуетится вокруг фестиваля цветения ядов. Моя группа ОБС становится всё послушнее и дезинспирирование. Да ладно. Это вещество действительно что-то новое. Ещё парочка испытаний, и можно считать, что задание выполнено. Конечно, не просто будет передать контроль над теорией кому-то незнакомцу. Конечно, я буду скучать по своим послушным подобытным зайкам, но ничего страшного, ведь меня ждёт заслуженное повышение. В смысле? О, кабель, чтоб что-то открыть. А чё у меня тут вообще по карте-то? Там всё перекрыто, я, получается, сразу верный путь выбрал. Как-то чуть её мне подсказало, куда идти. Ну, блин, ну если меня ещё раз, пару раз укусят, мне всё, кранты. Потому что тут их особо-то и не обойти, этих зомбаков. Тут совсем всё плохо. Даже не куда впас в этом... Чего? Детишки тут постоянно развелись. Но я там патроны вижу. Надеюсь, ты не встанешь, чувак. А то мне это хлопот достаточно. У меня теперь хпшек нету. Ну, обычно у меня этих аптечек целая куча была, а теперь их нет ни хрена. Так, чуть-чуть патроны нахожу. Покусали меня эти твари, пока я между ними бегал тут. Ну, пока живой. Ух-ух-ух. Чё это за хрень тут упала? Чё-то неохота мне между вас теперь бегать. Застрелю-ка я вас на всякий случай. Тут мало ли что. Он сдох с одного выстрела. Да, у меня там 4 патрона всего осталось. Это чё такое? Ещё одна кассета? Ух-ух-ух. Ух ты, ё-ка твою мать. Ты чё здесь забыл, друг? Ну, он точно должен был сдохнуть. Блядь. Слишком много я на него патрон потратил. Слишком много. Дом десяти-то. Здесь есть какая-то дверь. Не знаю, правда, куда она ведёт. А, я так полюбаю. Мне по-любому надо было сюда идти, потому что надо отключать эту хрень. Опа. Подруга, ты здесь откуда? Блядь. 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 Это и есть хорошо. Остался с ней там в подвале без патрона. Она хоть оттуда выйдет теперь или нет? Блядь. Эй. Ты там как? С тобой всё хорошо? Блядь. Ты ёпаный в рот. Я остался вообще без патронов и надежды на выживание. Опа. Как быть? У меня хилки даже нет. Один патрон только, чтобы застрелиться. Что я в этом странном подвале должен был найти? Здесь только одна перекрытая дверь и четыре патрона. Всё. На меня откуда-то зомбак вылез, и я чуть не сдох от него. Да, чувствую, мне весело будет. Что это за хрень? Кастер. Этого я и боялся, будь ты проклят. Ну да, газ распространился. Баллон открылся, и он здесь упал, и начал распространяться по городу. Куда эта деваха вообще пришла? Может мне не надо было на них патроны тратить, а пробежать просто всех их? Потому что у меня патрон-то больше нету. Кто-то повесился прямо здесь. Магазин оружия. Может я здесь хотя бы что-то полезное найду? 8 патронов для дробовика. Опа. А вот и сам дробовичок. Живём. Чёрт, Джо. Ты был мне близким другом. Если бы я только... Пожалуй, возьму это. Ещё бы, у тебя выбора нету, если ты хочешь жить. Пока я это отключать не буду. Чего это? А, это разрывные патроны. Хоть знали, когда мне патроны понадобятся, что я без них совсем не остался. Так, ну похоже я пока с дробовиком. Потому что у меня... С патронами вообще голяк. Что у нас там по хилке? 34, здорово. Я и здесь умирать не собираюсь. А что мне надо сделать? Все включить или как? Мне нужно тоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Или мне все отключить надо было? А, попробуй все красненькие сделать. Походу я не то сделал. Во! Так, кислотная тварь что ли? Ух ты, блять Иди нахуй Я только недавно про тебя читал Опа Блять, надо как-то её увезти отсюда Да ебать, он опять в меня попал Я просто там нашёл секретную комнату И только из-за этого я не хочу сейчас её выпускать Но я сейчас могу и сдохнуть заодно Пока я буду с ним сражаться Где эта сраная комната здесь, а? Ооо, вот она она Смотрите-ка Так я не знаю, что там написано Ух ты, блять Иди в жопу Чувак, иди в жопу Надо как-то отсюда выпираться Ух ты, таю-то мать Ты сам по себе Как я вот вообще мог от этого увернуться? Да, знаю, что каждый выстрел на счету Откуда мне сейчас начинать? Прямо отсюда, да? У меня все эти закрыты Здесь у меня А я читал эти файлы? Не помню Нет, я скажу, я всего не читал эти файлы Которые там представлены Чего хотеть что-то записать Я же понимаю, что это моё последнее слово На самом деле мне особо нечего сказать Да и записку эту оставил никому Смысл моей жизни был предельно прост Любовь к гнестрельному оружию Благодаря ей я построил империю Мне бы хотелось разделить эту любовь С теми, кто это прочтёт 30 лет назад мы с Робертом Диланом Открыли свой первый магазин в городе Потом второй Третий и так далее Очень скоро компания Стала знаком качества и надёжности Я был так рад познакомиться Со всеми охотниками, рыбаками Любителями оружия в кинсайте Если что-то стреляет У нас оно есть Это был наш девиз с самого начала Когда у нас был всего лишь крохотный магазинчик На улице Хадсона Как же я скучаю по тем временам Как каждый пистолет был мне как сын Да, каждый пистолет Я всегда думал, что заряженная пушка Решает любую проблему Но я что-то уже не уверен Сегодня я раздал всё наше оружие Грожанам, которые умоляли нас Защитить от их каких-то адских чудовищ И только потом я сообразил, что чудовище Это клиенты, которые я обслуживал последние 30 лет Я сижу тут уже несколько часов Прячусь Но они всё равно меня мучают Даже сейчас слышу их голоса за стенами магазина И в голове Пусть уже заткнутся Нахер и оставят меня в покое Роб, молюсь лишь за тебя и твою семью Оставлю вывеску Включенную ещё на день Как маяк надежды для людей Которые ищут где укрыться А потому, кто прочтёт эту записку Я оставляю свой дробовик Диди продолжает работать Ну, с меня довольны Перестрелок Я больше не могу забирать жизни Даже свою Лучше бы я поехал к Медвежьей реке на рыбалку Прощайте Так, там патроны я забрал Ну да А сколько у меня сейчас хп? Так, я сразу знаю, куда мне надо идти Как же я без этого-то, а? Так, так, так Где там этот урод? Засранец-то был Я даже его пробежать не смог Нахер иди Это чё такое? Казета опять какая-то Блин, я-то думаю Что это здесь лежит? Ничего себе, я тебе Нихрена себе, ты живучий Один выстрел из дробовика пережил Ещё плюс только потом в голову Я ни разу не промазал И только ради того, чтобы зайти сюда Я даже не знаю, стоит ли оно того Пенефрин Опа, один из наших Ты смотри-ка Тирей Что это за фигня такая? Если подмога не успеет вовремя Форма заказа Заявка на новую партию таблеток ММ-88 Успокоительный оказался В каким-то влечении бессонницы Тревожного расстройства Паранойя И симптомов для Называемого Сидрового Дневного кошмара Доктор Это я так понимаю Какая-то аптека Нихрена себе У него тут аптека Ха-ха-ха Ооо Это комната для сохранения Где я могу выложить свои припасы И отдохнуть У меня выкладывать-то нечего О, это же обменять можно Так, если подмога не успеет вовремя Оставлю это сообщение Как свидетельство о произошедшем И предупреждение для коллег-оперативников Которые найдут нас С Фрорстом По указанию компании Мы пришли в аптеку На улице Хадсона Чтобы забрать данные исследования И уничтожить доказательства В том числе И самих подопытных Но Приступив порог Мы обнаружили Что один из образцов Выбрался из капсулы Он не выглядел агрессивным Или опасным Скорее он был просто в шоке Но стоило мне его схватить Он с нереальной силой Ударил меня в ребра И убежал через окно Как только Фрост Открыл огонь Фрост отправился за ним И я жду медиков Но учитывая сложився обстоятельства Вряд ли они будут здесь скоро Это твоя меня здорово огрела Похоже что у меня Внутреннее кровотечение Даже дышать больно Не знаю сколько я тут протяну Но надеюсь Из Фроста Он отбивную не сделает Да, давай обменяем Мне бы хилку Патроны мне вряд ли потребуются Разрывные патроны Но 15 патронов Обычных 30 надо Ну на, нифига себе Не дороговато ли все здесь это Хранение Как это перекинуть? Вот так вот и сделаю А, да Кстати Я же могу еще заодно Сохраниться О, неплохо Неплохо Ну что ж Пошли отсюда Хоть немножко Передышать дали Правда Хилок у меня все равно нету В аптеке я их так и не нашел Сделать у меня их не получается Потому что все ингредиенты у меня ушли Просто чтобы подхилиться Ну ладно Статья вермиллионная Трибьюна О компании Какой-то там Мышный японский фармацевт На гиганте Предвозящем более 50 мировых лекарств Компания была основана лицами Не просто 50 А 50% Основана лицами Подозреваемыми В связи с печальным Известным Семь с четвертым Подразделением Военного времени Возможно Возможно А, это флаг просто Куда-нибудь здесь Можно вообще пойти-то? Да, он только Вот здесь Что-то есть Ух ты И там что-то есть Решите загадку с фонтаном, да? Причем загадки решать Надо зомби и уничтожить Ух ты Вы че Ебанулись Доставай дробовик, блять Доставай дробовик А, он мне леща дал уже Одно Какая жопа Он его ускоряет Там Ах ты Штрянь Ах ты Ах ты Да как вы не дохнете-то, а? Как они не дохнут? Кто мне объяснит? Там еще один. Встал где-то. Твари! Идите в жопу от меня, не подходите ко мне вообще. Они сдохли, нет? Загадку еще с вами решать сраную. Охреневшие. Что у меня по патронам тут есть? Ни хрена у меня нету. Там еще одна последняя тварь осталась. Надо же было на меня такую толпу вызрать сразу же. Так, что у них там? Два таких. Ну ладно. Вроде бы пока держимся. Где там последний остался? Он у меня если плюнет, я сдохну. Ему пофигу. Из какой-то помповой пушки стреляет. Опа. Чего у меня по патронам осталось? Все что ли вы хотите сказать? Два здесь четыре там? Ммм, да. Копил называется что-то. Еще я там копил все, что находил и думал, что у меня патрон много. Сразу же в один момент исчезло после того, как я уничтожил этих тварей. Еще тут успел до меня добежать, леща мне дать. Я тут думал, там просто сейчас зомби на меня пойдут. А тут на тебе хрен. Блядь, там патрон нету ни хрена. Да, как они задолбали просто из-за угла на меня выкидывать. Этих мертвяков. Так, давай сначала туда сходим, посмотрим, что там есть. Да, я тут еще в хорошем состоянии. В прекрасном настроении. Опа. А тут что-то было. Таблетки для стимуляции. Да вы стебетесь нафиг, а! Ну, она просто не дохнет. Я в нее столько патронов засадил, она просто даже подыхать не хотела. Кто у нас здесь орал-то? Неужели это тот чувак? Ну, еще бы ты не встала, дрянь-то этакая. Да ебана в рот. Я не знаю, как с ними бороться. Они впитывают просто все патроны, которые я в них саживаю. Опа. А вот это то, что мне нужно было. Аптечка мне сейчас то, что нужно. Сколько я там патронов нашел? Просто для сравнения. Я потратил все, а нашел какую-то фигню. Да, ну 4 патрона для дробовика я еще нашел. Ладно, не это может понадобиться. В сражении с ними. Ну, если что, еще можно будет обколоться какую-нибудь фигню, если они немного хп снесут. Я даже не знаю, стоит ли мне сохраняться. Эх, ладно, пошли убивать этих тварей. Которые на меня сейчас там толпой пойдут. Ой, да, ты же тут еще. Живой. Нетронутый. Все, патроны для пистолета у меня кончились. Вообще все. Офигеть. Все, на них просрал то, что у меня было. Попробую что-то сохраниться. Я не хочу их обратно убивать, когда сдохну. А это вполне может случиться, потому что я не знаю, сколько там на них всех у меня патроны идет. Там каждый раз по-разному. Если что, на второй сохранюсь, на всякий случай патроны обменяю какие-нибудь. Так. Так, мне будет кое-что интересно. Что эта хрень делает? Будто с каким-то лекарством расширяет сознание. Даже не знаю, стоит ли мне его применять. Я бы только этот на защиту сейчас применил. Или на сознание тоже применить. Только на 13 секунд без этого. Я же даже сражаться с ними не успел начать. Первый, там второй. Ну давай, давай, идите сюда. У меня уже, наверное, все закончилось с действия препаратов. Ничего себе, он бежит. Мейт, ей там вообще пофигу. Че я там в него стрелял? Субтитры сделал DimaTorzok Ну давайте, вроды, идите сюда Блядь, ты чё ж ты не дохнешь-то никак, а? Сдохла тварь Так, у меня сколько осталось-то всего? Там тот на меня не пошёл, походу Ты, надеюсь, с одного патрона откинулся Чё почём осталось? Шесть патронов, три в запасе, нормально, нормально Как-то ещё выжили Так Даже не знаю, стоит ли мне Ещё патроны есть Ну живём, слушай, не так уж и плохо, кстати Ни одной хилки не потратил, ни разу меня не задели Так, старая карта Кинсайта С выделенным на лингтон, который раньше назывался Багряный Форд И как это всё решается? Прочитать запись Угу, на табличке написано Спенсинг Рекорд 1829-1818 Основательник Кинсайта Он любил этот город с момента основания Того дня, когда он передал Кинсайт наследникам Вот что мы Разные Наши предки обнаружили Багряную золотую жилу в русле реки на западе Это, походу, мне как-то должно помочь На север могли стать лучшими торговцами, шкурами, мехом Во всём штате В востоке собирая хмели, больше яблоки Ммм, большая часть от торговли, благодаря кораблю Путям на юге Это длина, которая всегда была сердцем нашей общины Всегда будет жить Ммм Это что, табличка стимул города Оленям В местных лесах их много Самое главное, чтобы тот не вылез Багряный форд Что это значит? Блядь Мне переигрывать ещё придётся Вы издеваетесь? Ну блин, я опять отсюда начал Как же хорошо, что я сохранился перед тем, как пошёл их убивать Ладно, а на этом всё Я тогда уже в следующей серии это сделал Потому что, ну, вылетел Так много времени уже потратил А сейчас подписывайся на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok